Ребят, всем привет! У нас сегодня очередное видео для компании Amarkets. Меня зовут Роман Шкудер, я трейдер на криптовалютном рынке и занимаюсь торговлей уже с 2009 года. Мы обычно рассматриваем технический анализ, чтобы вы понимали, то есть мы смотрим только технику. Да, многие говорят на крипте техника не работает, я немножко другого мнения, потому что техника работает везде, главное правильно просто применять. В каждом рынке есть своя специфика, да, и вот эту специфику нужно применять к этим инструментам. Значит, что у нас по витку? Начнем. Было у нас рост, я об этом говорил, что скорее всего нижнюю границу не будут пробивать, возможно ложный пробой и возврат обратно. В данном случае, что мы видим, что у нас цена откатилась была к нижней границе вот этого вот канала, зона 18720 и потом дальше улетели мы наверх почти к уровню 23 тысячи. Я сейчас отметил вот эту зону 22 400, потому что с него было в раз снижение, два, видите, здесь немножко распилили, потом был еще раз ретест, потом пробой и мы как раз подошли к этой зоне. Сейчас откатились там на американском рынке, тоже снимем, сейчас это посмотрим, то есть за счет этого у нас было это снижение. Значит, откатились, сейчас цена начинает консолидироваться. Я лично думаю, ребят, что все-таки должны выкупить, но посмотрим. То есть тут гадать нельзя, могут пойти на перелом, может быть, все что угодно, потому что тут такое сжимание идет, но это хорошо, что в принципе убили, потому что я рассматривал еще момент, чтобы консолидация еще была хотя бы где-то до 10 октября. Ну до начала октября, 10 октября, ну чем больше, тем дальше, чем лучше, потому что у нас падение как раз было, видите, в июне, то есть как раз в октябре это было бы где-то там, ну у нас 10 июня, можно сказать, чуть попозже даже было падение, сейчас посмотрим, вот это, ну 13 июня и получается у нас в среднем консолидация должна быть где-то порядка четырех там месяцев. Вот у нас было, если взять, то это в принципе июнь, июль, август и сентябрь, то есть еще должен пройти полностью, да, чтобы у нас было это вот как раз консолидация, достаточно большой промежуток времени, да, то есть сентябрь полностью и где-то как раз к октябрю, к середине октября цена может пойти. Вот еще хорошо, чтобы если постояли там три недельки в этой зоне, чтобы позиция накопилась, потому что еще скорее всего это говорит о том, что позицию просто не набрали. Ну будем смотреть, там хорошие объемы уже есть по битку в нижней границе, плюс падение было достаточно серьезным уже по всем инструментам, ну и дальше будем смотреть, что дальше. Если кто хочет, ребят, ну можете попробовать там лонги, да, со стопом обязательно, то есть здесь брать, ну если кто хочет долгосрок, можно купить здесь часть, да, пойдет ниже у средники, по цену. Если пойдет выше, у вас часть уже куплена, чтобы вы просто понимали, как это работает. Дальше S&P, S&P, S&P у нас вот, ребят, что по S&P происходит, но пока на исходящем таком канале, видите, идет он. Тренд восходящий глобально, да, но локально мы видим, что уже с начала года, да, сколько, вот отсюда, да, ну вот с начала как раз года у нас началось падение. 5, 5 января вот началось и вот уже оно с откатами постоянно-постоянно идет на перелог. То есть нам важно пробивать вот эту линию, то есть эта зона где-то там, сейчас будет при подходе 4100-4200. Вот, ну чем дальше цена, тем ниже будет эта цифра. Ну пока смотрится не очень, честно скажу. То есть смотрится не очень вот эта S&P. Я не знаю, что тут можно ожидать, но пока такая себе тенденция. Лучше, чтобы вы купали. Дальше, что у нас по эфиру. По эфиру у нас сейчас, видите, сильнее рынка смотрится, потому что сейчас у нас там будет переход типа на эфир 2.0 и будет сжигание, с 20 числа будет сжигание эфира. Посмотрим, как это будет влиять. То есть сейчас пока он зажат, уровень хороший 1450 и 1730. Вот мы там тогда смотрели в прошлый раз. Вот этот уровень, видите, вон он, 1725 в данном случае, с которой был перехай сделан. И тут начали вроде бы закрепляться. Я говорил, что можно будет брать, но со стопом. Ну получили бы стоп лосс, еще страшного. Главное, просто чтобы стоп ставить, потому что в таких точках нельзя брать без стопа. Вот, когда он уже вырос. То есть получается сейчас здесь непонятно, что происходит. Я брал бы выше 1725 на закрепление, ну либо после пробоя этого уровня. Или от него шорт. То есть тут два варианта. Хотя инструмент смотрится реально очень сильно, ребят. Ну намного сильнее, чем все остальное. Просто вот где лоу, а где сейчас цена. Разница сумасшедшая. Даже биток находится почти на лоях годовых. А эфир находится от лоу там на 50 процентов ниже. Ну выше, чем вот этот лоу 900 долларов. Ну просто намного сильнее. Намного. По аде, ребят, то же самое сохраняется. 0,42 с половиной. С него можно пробовать брать лонг, если будет тестировать. Ну или на пробой, эфшор там уже, думаю, полетим тогда на копеек 25-20. Если пробьет 40, вот это 42 и с закреплением ниже. То есть сильный уровень. Пока консолидируется, конечно, стоит неплохо. Думаю, что даже если будут пробивать, то вначале сходим наверх. То есть в любом случае должны вынести вначале, чтобы всех вот показать, что все хорошо. А потом после этого может быть перелом. То есть в моменте. Может это один день будет. Посмотрим. То есть ада пока держится. 42 с половиной. Ну и тут 52 с половиной. Такой тоже уровень. Ну хотя, пока все так консолидация, ребят, у зарабатывать сильно не дают. Честно вам скажу. Что у нас по, значит, по Dash. По Dash, по Dash. Что-то Dash не нравится. Что-то мне. А, вот все есть график. Dash у нас не сильно объемный. Значит, вот уровень есть 57. Вот от него можно работать. 57, смотрите, отработала было от 57. И отскок произошел. Если будут пробивать, ну и 85 тут. 85, возможно, 76. Такое здесь, конечно. Распила не нравится. Если будут пробивать 57, все. Тогда ему можно будет шортить. Пока что Dash такое себе. Solana, кстати. Solana, ребята, неплохо смотрится. Мы взяли Long. были по Solana со стопом. То есть вот Solana Long от 33. Вот отсюда. Уровень из истории есть, не забывайте. С которого также было именно срыв цены наверх. И значит, по Solana Long со стопом ниже 30. Вот 3. Вот стоп здесь. Там 32 с половиной. 32 и 3. Вот Solana от 33. И цель где-то 38-39. Пока что не сильно много. Потому что, ну, до верхней границы-то очень много. Не факт, что столько пройдут. И Solana смотрится тоже очень хорошо. То есть поэтому Solana можете тоже рассмотреть, кто хочет. Пока не сильно. Ну, то есть локальные такие позиции. Не глобально. Глобально пока рановато. Ну, можно у 4 часа глянуть. Вот видите, вот здесь стоят после снижения. То есть неплохая точка. Я думаю, что может пойти. Если не пойдет, то есть стоп-лоус всегда. На такой случай. Выход по стоп-лоусу и все. В следующий раз можно будет подождать. Дальше. Лайткоин. Лайткоин у нас. Что у нас? Тут тоже, он вроде был чуть-чуть сильнее рынка. Видите, вот сделал ложный пробой. Уровня 63.4. У нас, который был откатились. Сейчас стоит. Выше 64.4. Вот это уровень. Посмотрите. Были раз, были два, были три. Сейчас на четвертый раз могут пробить. Могут пробить. Если нет, то идем в зону вот 52 доллара. Вот это вот хороший тоже уровень. Четко все видно. Еще даже надо там увеличивать, уменьшать. Очень хорошо смотрится. Выше 64.4. Тогда цель 74 где-то. Вот это будет следующий уровень. И там 84. Каждые 10 долларов по лайткоинам. Пока тоже смотрится вроде бы позитивно. Дот, ребят. Дот тоже на нижней границе стоит. Сейчас. На нижней границе канала. Вот Дот. Видите? Вот эта вот часть. Вот нижняя граница канала. 6.8. 6.9. Уровень можно пробовать отсюда со стопом там 6.7. Ну 6.6, 6.7. С целью там 8 где-то долларов. 7.9, 8 долларов. Не выше. Потому что тут вот этот как раз хай есть. Так зажат. Но Дот тоже сильная монета. Думаю может хорошо сходить. То есть смотрите. Больше от лонга. То есть пока от лонга. Потому что нижняя граница. Тут шортить в лоу. Я такое не делаю. После отката можно шортить. Здесь в лоу нет. Ну и ключевой уровень там в зоне 6 долларов. Если пробьют, то тогда может быть ему плохо. EOS был сильнее немного рынка. Сейчас его чуть продавили. Но все равно уровень смотрите. Вон 1.37. Зеркальный. С него можно пробовать там 1.37, 1.36. И со стопом где-то 1.31 можно пробовать лонговать. С целью там 1.9, 1.8. Вот EOS тоже пока. И тут смотрите. Даже очень просто можно рассмотреть. Можно отсюда взять. Вот линия тренда. Видите? То есть такая локальная линия тренда. Пока все неплохо смотрится. Вот как раз на ретесте линии тренда сейчас находится. Но очень хорошо здесь пока он отрабатывает. Ну посмотрим как будет дальше. Ну пока EOS набрал какой-то мини тренд. А там посмотрим. Возможно задавит его. Потому что пока если биток не пойдет, то ничего не пойдет. Дальше TRX. Тут нечего делать. Честно вам скажу. В прошлый раз тоже говорил. Можно попробовать брать лонг вот этой точки. Чисто так. Ну тут уровень не сильный. И со стопом просто за там 0.059. Допустим. Вот сюда 0.059. Да. Вот и брать лонг вот с этой точки. Ну не знаю. Пока так себе смотрится. Верхняя граница. Хотя инструмент сильнее других. То есть меньше всех падал там и так далее. То есть утрон вообще там смотрите. Просто коррекция от хая. Ну там стоил 18 копеек. Сейчас стоит там 7 копеек. Ну то есть там 50 процентов. 50 там где-то 5 процентов. Меньше чем биток. Меньше чем эфир даже падал трон. Очень сильно стоит. Постоянно выкупает. В основном 0.05 шикарный просто уровень. Ну пока посмотрим как будет дальше. То есть по трону. Вот так. Это у нас Lumen XLM. Падение неплохое было с хая. 178. Сейчас стоит 10. Ну получается сколько у нас. почти 90 процентов падения. Еще меньше. Значит что здесь можно посмотреть его вот где-то с 0.098. Пока он так откатился. Конечно тоже ходит. Ну поджимает уровень. Могут и пробить. Тут надо смотреть ребята. Тут пока конечно так печалька. Ripple то же самое. Рипл значит ребят. Рипл у нас 0.31. 0.38. Пока сейчас внутри диапазон. Ну то же самое что в других. Если брать вот с этой точки. Просто стоп за вот этот вот как раз консолидацию. Все больше других вариантов нету. Вот если брать то брать вот отсюда. Да и стоп вот сюда. Как бы ну тут вариантов других нет. И цель где-то там 0.38. Если смотреть Ripple. Тезос. Тезос кстати видел много-много где сейчас спонсора выступает в формуле 1 там в Макларенеон и так далее. То есть Тезос может тоже очень хорошо с этим рекламируется. Может где-то и выстрелит. Вот 1.38. Здесь уровень. Ну и 1.93. Выше 1.93. Мы можем улететь где-то в зону 2.5. Тезос неплохо. Неплохо смотрится. Да. Ну сколько падал. Был 9 долларов. Сейчас стоит 2. Ну более-менее. Падение. Хотя сами формации ребят. Мне не очень нравится сейчас. Вот я только. Солана только мы брали и все. То есть сейчас вот BNB тоже протестировал. Очень технично 336 вот уровень. Посмотрите как технично протестировал. Пошел вниз. Сейчас вот 273. Ну такое. Тоже уровень. Пока нету точки. Точки пока нет. Пока брать тут не надо. Надо подождать еще день-два хотя бы. День-два. Но вот где-то что-то формируется. Может быть 273. Тут будет что-то. Но пока я бы не лез сюда. Честно вам скажу. Я пока бы не лез. Подождал бы. То есть BNB может улететь. Он сильно смотрится. Я думаю что он там так падать не будет. Как основные инструменты. Это минус 90. Мы не увидим по нему. Там 600 долларов. Я в что-то не верю. Что он будет. Может быть там 150. Может быть. Да. Согласен. Там 150-140. Но 60. Не верю пока что будет. Ну разве что виток пойдет там тысяч пять. Да-да. То есть BNB очень сильно тоже стоит. Смотрите. Слоу. И тоже такой мини-тренд у нас тут начался. Смотрите. Сейчас, 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 сейчас. Где у нас вот эта вот точка. И вот. Тоже такой мини-тренд. Типа пробили тут были. Можно так отметить как бы тут. Но все равно он есть. Пока такой мини-тренд есть локально. И дальше посмотрим как будет двигаться цена. Вот. Ребята. Кому интересно. Там подключайтесь. По ссылкам ниже. В описании. К компании Markets. Они хорошие условия дают. Можно торговать крипту. Как вы видите. Да. Это все графики. Все нормально смотрится. Нормальные стаканы. Поэтому. Кому интересно. Приходите по ссылке ниже. Подключайтесь. Я вам желаю отличного дня. Прибыльной недели. Закончания. Да. И здоровья главное. Все. Всем мира. Добра. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok